Для дальнейшего развития туристического потенциала космодром Байконур около звездного городка планируется открыть одноименную развлекательно-туристскую зону. Большой комплекс территорий в 50 гектаров будет расположен на 1576-м километре международного автобана «Западная Европа-Западный Китай» в Каракамшинском районе. Увеличению потока туристов при Орале способствует и международный аэропорт Куркат-Ата в Казаларде. Со следующей недели отсюда четыре раза в неделю начнут курсировать авиарейсы сообщением «Казаларда-Москва-Казаларда». Количество туристов, мечтающих вживую увидеть запуск ракет из космодрома Байконур, растет с каждым днем. Это, безусловно, дорогое удовольствие. Альтернативой выступит новый развлекательно-туристский комплекс, откуда туристы увидят взлет космического корабля через мощные телескопы. Космические аттракционы. Здесь будут установлены космические аттракционы. По проекту на самом верхнем этаже будет установлена сфера. Оттуда туристы будут наблюдать за пуском ракеты через телескопы со спецэффектами. Проект одобрен. Ищем инвесторов. Реальным подспорьем для увеличения потока туристов при Орале, по прогнозам специалистов, станет и международный аэропорт Куркат-Ата. Со следующей недели из Казаларды регулярно будут летать самолеты в Москву. Для обеспечения загруженности авиарейса проведена работа с администрацией города Байконур по организации прямых автобусных маршрутов к аэропорту Казаларды. Этот трансфер был организован, учитывая, что в Байконуре проживает много российских граждан. Раньше в Москву летали только чартерные рейсы. Новые международные авиалинии с общением Казаларда-Москва-Казаларда будут осуществляться четыре раза в неделю. Пассажиров привлекла и недорогая стоимость авиабилетов. К примеру, полет в эконом-классе обойдется всего в 26 тысяч тенге. А на первый рейс, который намечен на 16 июля, уже проданы все билеты. Алибек Большуленов, Канат Ясибаев, Казалардинская область, Хабар-24. Субтитры создавал DimaTorzok